Хочешь выиграть новый танк? Не ленись, торопись, крутанируй летку, чтобы пополнить свой ангар новой техникой. Выполни 5 простых заданий, получай бонусы и участвуй в бесплатном розыгрыше. Заходи и играй на watshop.net Всем привет, дорогие друзья, с вами Аракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на Шкоде Т-50. Бой произошел на карте Священная Долина. И стоит отметить, что Шкода Т-50 это все-таки танк довольно-таки интересный в нашей игре. Который, в принципе, очень даже способен нагибать в боях. И поэтому я принял решение, что буду качать эту ветку. У меня было там много свободного опыта и много голды. И я решил сдуру, в общем-то, открыть этот танк. Ну, сразу говорю, это бой не мой, это просто, скажем так, хорошее сражение, которое я хотел бы использовать для того, чтобы показать вам, на что способен этот танк. Ну и для того, чтобы сам вдохновиться его философией и его, в общем-то, нагибаторскими способностями. И, конечно, не стоило мне спешить открывать сразу этот танк. Ну, я с 6-го сразу прыгнул до 9-го. Обычно я никогда так не делаю. Но что-то сейчас прям очень захотелось ТВП мне побыстрее. И в итоге Шкода у меня теперь с очень плохим экипажем. Не знаю, как я буду выходить из этого положения. Может быть, куплю вот этот вот премиум танк, вот этот премиум танк чешский, который 6-го уровня. И там экипаж буду прокачивать на нем, хотя, мне кажется, эта идея не очень. Но, в общем, нужно было, как все, идти там сначала на 7-й уровень, потом на 8-й, и потом уже на 9-й. Ну, да ладно. Надеюсь, как-нибудь выпутаюсь. И в этом бою игрок действительно продемонстрировал, что Шкода очень даже хороший танк. Но это было и так ясно. В принципе, это имба на 9-м уровне. Ну, не такая, как на 10-м уровне ТВП. Но все-таки тоже очень даже неплохая имба. Ну, и, как я сказал в прошлом видео, не нужно гнаться там за имбами, конечно же. Хотя, если вам важна статистика, то, безусловно, имба это лучший выбор. Потому что, как мы все знаем, имба, они у нас появляются в игре, а потом исчезают. И вот этот вот, ну, бывает короткий промежуток, время не бывает длительный. Ну, в общем, рано или поздно имбы становятся обычными танками или вообще говном. Извините за выражение. Так что, пока есть время, нужно пользоваться этим моментом. И использовать имбы в своих корыстных целях, конечно, для того, чтобы набить много урона. Для того, чтобы поднять там статку. Если это, конечно, вас интересует. Или просто для того, чтобы пофаниться и понагибать без особых проблем. В общем-то, за этим я и качаю этот танк. Ну, не только за этим, я, в общем, возлагаю на него кое-какие надежды, как и на многие другие танки, на которых я уже успел послеваться. Я думаю, что мне будет интересно понагибать на этом танке. И мне кажется, что он действительно хороший. Ну, я, конечно, на нем играл. На пресс-аккаунте довольно много. И там у меня хороший средний урон. Там под 4 тысячи. Но, в общем-то, на пресс-аккаунте все совершенно по-другому. Вот честно, я когда на пресс-аккаунте играю. Мне кажется, что это совершенно какой-то другой мир. То есть, бои постоянно в топе, постоянно какой-то нагиб, постоянно ты набиваешь кучу урона. Когда этот танк появляется у тебя на основном аккаунте, то все меняется вообще моментально. И как будто танк совершенно другой. Вот честно. Итак, игрок уничтожает очередного противника. И, в общем-то, есть очень даже большой шанс взять Колобанова в этом бою. Я не знаю, если отвлекся или аф-аккаун был. Но, в общем, получилось его без проблем уничтожить. Но еще 3 врага, а хп у нашего героя немного, конечно. Кстати, совсем скоро тут будет забавный момент. Шкода едет уничтожать КВ-4. Ну и, в принципе, без проблем отправляет его в ангар. Ну а далее нужно постараться уничтожить Т-10, у которого меньше всех хп. И тут как раз подъезжает сзади ИС-3, стреляет и наносит неполный урон фугасным снарядом. Ну, понятное дело, фугасом можно пробить Шкоду еще и в корму. Но все-таки это весьма так забавно, что он не наносит урона Шкоде в корму. И при этом он два раза стрелял фугасом и два раза не пробил. И в итоге Шкода выживает, хотя она могла уже отправиться в ангар. Ну а теперь она просто ориентируется для того, чтобы, в общем-то, выжить и попробовать затащить этот бой. Еще один эпичный выстрел от этого ИС-3 и, в общем, просто какой-то супер эпичный игрок. Конечно, кто-то скажет, что фугасные снаряды у нас в игре работают шедеврально. Я с этим соглашусь. Я сам порой вообще не могу дать какого-либо объяснения тому, как работает фугасы. Хотя играю в эту игру уже лет 6, наверное. Но до сих пор не всегда могу понять, что вообще, блядь, творится с этими фугасами. Извините за выражение. Ну, действительно, фугасы это что-то невообразимое в нашей игре. Порой можно выстрелить в корму, а не нанести совершенно никакого урона. Ну, ладно. И сейчас нужно, конечно, разбирать этого Исана. У него, в общем-то, походу, шансов немного, учитывая, как он играет. Ну, и Шкода без проблем его расстреливает. В общем, забавный поцик. И, походу, он слил уже бой. Ну, явно тащить он даже и не собирается. Шкода зарядила очередной барабан кумулятивов на этот раз. Ну, и тут идут жаркие обсуждения того, кто такой вообще этот ИС-3 и что он тут вытворил. Ну, и это победа, конечно же. Давайте посмотрим на результат. Медаль Колобанова, медаль Пула, основной калибр и воин. 9171 урона и 11 фрагов. Ну, в общем-то, весьма занимательный бой получился. Надеюсь, он вам понравился, друзья. Ну, и Шкода. Танк, по-моему, зачетный. Не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok